Та самая Оксана Воеводина, урожденная Горбатенко, которую долгое время звали Ксенией Дягилевой, вышла замуж не за кого-то, а за целого короля Малайзии, а потом вдруг внезапно вернулась в Москву. Что пошло не так в семейной жизни бывшей мисс Москва и монарха теплой страны, сегодня на канале Сплетники. Хотите больше новостей шоу-бизнеса? Вступайте в нашу группу в Инстаграм и подписывайтесь на канал в Телеграм, там вы увидите то, что не покажут на Ютубе. Все ссылки под видео. Вся жизнь этой самой Оксаны была бы похожа на одну красивую сказку, если бы только не несколько удивительных историй. А Оксана оказывается девушка с двойным дном. Она взяла псевдоним Оксаны Воеводиной не так давно, до этого она была широко известна как активная тусовщица Ксения Дягилева. Разница между Оксаной и Ксенией настолько большая, что сложно поверить, что это один и тот же человек. Оксана – хорошая скромная девочка из многодетной семьи из Ростовской области. Ксюша – дерзкая тусовщица из Москвы. Оксана налегает на учебу. Ксюша обожает крутые тачки. Оксана – девушка одинокая. У Ксюши нет отбоя от поклонников. Оксана думает о будущей карьере, открывает салон красоты. А Ксюша рвется за сладкой жизнью и славой. И в 2013 году становится участницей телешоу «Каникулы в Мексике». Проект этот был весьма скандальный. Дом-2 нервно курит в сторонке. Под жгучим мексиканским солнцем парни и девушки влюбляются, встречаются и женятся, только без колец и обязательств. Суть шоу в том, что 11 человек живут на вилле Жанны Фриске на берегу океана. Коктейли, вечеринки у бассейна, звездные гости. Задача участников – любой ценой не вылететь из проекта. Остаются только пара, одна из которых становится победителем. В съемках наша героиня участвовала под именем Николь. Однако долго на этом шоу Ксения не протянула. Как говорят участники, они все просто не дотягивали до ее уровня. Смена климата – это и сходство с моей первой любовью. Елисея очень похожа на моего молодого человека, которого я очень сильно любила. Прошло немного времени, и перед подготовкой к конкурсу «Мисс Москва» Ксения решила, как следует подчистить биографию и переименоваться. Удалила несколько своих особо палевных аккаунтов, остальные хорошенько подчистила. Однако интернет помнит все, и кое-где в кэше до сих пор сохранились старые фото, по которым видно, что Оксана и Ксения – одно и то же лицо. Титул «Мисс Москва-2015» она все-таки получила. История ее знакомства с королем Малайзии довольно туманна. По официальной версии, она каким-то образом познакомилась с ним то ли во время работы в Европе, то ли во время отдыха в этой стране. По другой версии, ее с королем познакомил и директор одного модельного агентства, который поставляет девочек на Филиппины и Манилу. Во время такой командировки они и встретились с действующим монархом. Королю Туанку Мохаммаду, пятому Келантану Султану, в этом году исполнится 50 лет. А король, кстати, в Малайзии избирается на конференции правителей на 5 лет. И на два срока, например, рассчитывать очень сложно, претендентов там достаточно. Мохаммад V уже был женат на особе королевских кровей, но спустя 4 года развелся, детей не было. И вот отъехав ненадолго в отпуск, король заезжает в ноябре 18-го в Россию и сочетается браком с героиней нашего рассказа в Барвиха концерт-холе. Так они сошлись. Ну это мило. 24 года разницы в возрасте, как вы правильно понимаете, никого не смутили. Кстати, она приняла ислам и в очередной раз взяла новое имя – Рихана. В Малайзии ее знают под этим именем Рихана Оксана Горбатенко. Ну как знают? Все, что касается личной жизни короля, обсуждению в стране не подлежит вообще. Где и с кем он встречается – его личное дело. А еще свадьба, сыгранная не в Малайзии, и законной по традиции не считается, как бы этого не хотелось Рихане Оксане. Во, этого не будет. Это откровенный пиздец. Сами малазийцы передавали слух, что мать монарха крайне негативно отреагировала на эту женитьбу сына. Она вообще не одобрила его выбор. Во-первых, Оксана иностранка, во-вторых, изначально не мусульманка. То, что она специально перешла в эту религию, абсолютно ни о чем не говорит. Мать короля думает, что это все ради того, чтобы стать его женой, что смена веры – это не искренняя. Гипотетически Воеводина смогла бы стать султаншей, когда муж оставит королевский пост и вернется править в свой штат. Но перед этим правящие династии будут оценивать, насколько она набожна, добродетельна, сколько к тому моменту родит детей Мухаммаду. Однако все пошло совсем не так, как рассчитывал наша героиня. В январе 2019-го Мухаммад V по каким-то своим причинам отрекся от престола, а в мае у супругов родился сын в московской клинике. Как сказала Оксана у себя в Инстаграм – «будущий король Малайзии», что, как вы понимаете, вообще лишено оснований. Что интересно, в Малайзии она вообще после родов не была ни разу. Но об этом позже. А у Мухаммада V год вообще выдался какой-то неспокойный. Мало ему было политических проблем, так еще и родственники проели все уши по поводу несерьезной жены. Да и о какой же не речь? В правительстве Малайзии до сих пор не было сведений о его браке. Отъехав в июне в Сингапур, он получает свидетельство о разводе в виде талак-бааин. Это самый серьезный вид безвозвратного развода в исламе. А опять же, заметьте, он делал это не в своей стране, а за рубежом, потому что, судя по всему, не хотел афишировать наличие этой связи вообще. Тут тоже говорят о двух вариантах причин расставания с Оксаной и Ксенией Риханой. Первое – это крайнее недовольство родственников и знакомых тем, что так называемая жена не знает законов страны проживания чуть меньше, чем никак, если допускает такие высказывания о престолонаследии. Второй вариант, не менее интересный, утверждает, что Мухаммад V имеет очень сильные сомнения в том, что именно он является отцом этого ребенка. Наша героиня очень долго отрицала семейные проблемы. Появившись на финале конкурса «Краса России-2019» 26 июня, она отказалась давать интервью, неположен, говорит, по дворцовому этикету. «Так муж отрекся от престола», – ответили ей. «Все равно не положено», – сказала, как отрезала Рихана Оксана. «Ой, гляньте, гляньте, какие мы гордые!» Как оказалось позже, не муж он ей был уже с 22 июня, о чем ей сообщил адвокат бывшего супруга. Адвокат воеводиной Горбатенко посоветовал ей не обращать внимания на поднимающийся шум и заявил о ее готовности сделать анализ ДНК с целью подтвердить происхождение королевского отпрыска, если он не верит, что сын похож на него как две капли воды. Однако пока этого анализа от нее почему-то никто не требует. Может быть, Мухаммад Пятый теперь и не король, а всего лишь султан своей провинции, это никак не меньше нашу губернатора, тем не менее смог каким-то образом развеять первые впечатления сказочного очарования Оксаны Ксении и разобрался, кто есть кто. А может быть, действительно узнал то, что не должен был? Или это мутное прошлое Ксении все-таки настигло Оксану? Скорее всего, истинную причину этого расставания мы не узнаем никогда, а вот на слезы бывшей королевишны еще насмотримся, когда она будет обвинять бывшего иностранного супруга во всех грехах. А ведь для скольких девушек Оксана Рейхана была образцом, примером и символом того, к чему хотят стремиться любительницы быстрого сказочного взлета. Вот такая история. Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии, ставьте лайк, если понравилось, делитесь видосиком с подружками, мечтающими о легкой сладкой жизни, подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм и на канал, тоже не забывайте. Все ссылки под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!